Открытые диалоги молодежи с руководством областного центра давно стали хорошей традицией. На такие встречи приглашаются активные, талантливые юноши и девушки города, у которых есть желание узнать из первых уст о наиболее важных делах для Бреста, а также предложить свои идеи по его развитию. Такие встречи с руководством города у нас проводятся традиционно. Это не первая встреча молодежи с Александром Степановичем Рабачуком. Молодежь очень активно в них участвует, задает волнующие молодежь вопросы. Конечно же, одна из приоритетных тем для Бреста – подготовка города к тысячелетию. На ней Александр Рабачук остановился особенно. Сегодня областной центр переживает настоящее преображение. Расширяются транспортные магистрали, застраиваются и ремонтируются жилые районы, появляются новые социальные объекты. Задача – сделать город таким, чтобы он был интересен и людям постарше, и молодежи. А потому очень важно время от времени сверять часы и говорить о планах и перспективах. Я думаю, что абсолютно разумно учитывать потенциал молодежи города Бреста в социально-экономическом развитии нашего дорогого города. А то, что Брестская молодежь – это люди очень активные, очень образованные, креативные. Это очень здорово. И поверьте, что я говорю это совершенно искренне. Несколько десятков тем диалог мэра с молодежью получился насыщенным. В адрес председателя горосполкома прозвучало большое количество вопросов, на которые он давал конкретные и четкие ответы рекомендации. Важно поддерживать такие доверительные отношения и регулярно подкреплять их новыми совместными планами и проектами. Сегодняшняя встреча имеет много задач. Прежде всего, сверить наши действия официальных органов власти и мнения молодежи. В какой-то мере выслушать молодежь, что мы, возможно, упустили еще из направления нашей деятельности. Ну и, соответственно, довести наши действия органов власти до молодежи. Соответственно, они уже дальше через свои социальные сети, через свои личные контакты расскажут своим друзьям и знакомым. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.